Продолжение следует... Ваше высокопреподобие, досточтимые отцы, уважаемые коллеги, сегодня в день, когда мы не просто проводим конференцию, но и вспоминаем отца Дмитрия, мне хочется, конечно, заметить, что вклад отца Дмитрия в вопросы сохранения семьи, в вопросы развития биомедицинской этики, и вопросы рефлексии православного сообщества на те вызовы, которые сегодня представляет современный научно-технический прогресс, конечно, неоценимы. И я хочу отметить, потому что мы последние годы вместе работали в ЦИП, что отца Дмитрия отличало прежде всего очень принципиальной позиции, отец Дмитрий, вы знаете, никогда не взирал на лицо. Он говорил всегда то, что согласно со Словом Божьим, то, что согласно со здравым христианским смыслом и то, что полезно тем, которые его слушают. Конечно, нам всем отца Дмитрия сегодня не хватает. Мое выступление будет на тему трансгуманизма и евгенических проектов XX века. Трансгуманизм, как известно, утверждает необходимость сознательной, научно контролируемой эволюции человека как биологического вида. Следует заметить, что зарождение идеи трансгуманизма тесно связано не только с эволюционной теорией Чарльза Дарвина, но и с евгеникой. Основателем Евгеники учения о путях улучшения потомства будущих поколений считается двоюродный брат Чарльза Дарвина, английский естествоиспытатель Фрэнсис Гальтон. На него произвела большое впечатление книга его кузена Чарльза Дарвина, опубликованная в 1859 году, полное название которой несколько длиннее общеупотребительного. Это название происхождения видов путем естественного отбора или сохранения благоприятных рас в борьбе за жизнь. В 1869 году вышла книга Гальтона «Наследственный гений, его законы и следствия», в которой автор выступил против природного равенства всех людей, отвергнув общепринятую тогда точку зрения, что различие в способностях людей определяется их усердием и нравственным усилием над собой. Он утверждал, что интеллектуальные способности наследуются так же, как и физические, поэтому осознанным подбором будущих супругов можно достигнуть того, что высокий интеллект из случайного качества перейдет постоянно. Цитата. «То, что природа делала слепо, медленно и жестоко, следует делать прозорливо, быстро и мягко», — говорил Гальтон, который намеревался сделать Евгенику частью национального сознания наподобие новой религии. Дарвин поддерживал взгляды Сокузена и писал, «Наше общество делает все возможное, чтобы поставить под сомнение эволюцию человека. Мы строим приюты для сумасшедших, коллег, больных, мы издаем законы о помощи неимущим слоям населения, медицинские работники делают все возможное, чтобы спасти и хоть на минуту продлить жизнь ущербных людей. С такой поддержкой не мудрено, что активно размножаются как раз слабые члены цивилизованного общества. Никто из тех, кто когда-либо проявлял интерес к размножению домашних животных, не усомнится, что это вредно для человеческой расы». Евгенические идеи Фрэнсиса Гальтона и Чарльза Дарвина нашли себе множество последователей во всем мире и вскоре стали воплощаться в практиках. В начале 20 века пропаганда евгенических идей началась в Германии и Англии, и там за евгеникой закрепилось название «расовая гигиена». В России в 1920 году было организовано русское евгеническое общество, в котором состоял и нарком здравоохранения Симашко. В 1921 году было организовано международное объединение по расовой гигиене. Большое влияние на развитие расовой гигиены оказали работы Вильгельма Шалмайера и Альфреда Плёца. Шалмайер написал учебное пособие по расовой гигиене, которое получило широкое распространение. Он не только предлагал стерилизовать дегенератов, эпилептиков и преступников, но и делать это на средства их родителей в качестве наказания за то, что они произвели на свет низших детей. Плёц утверждал, что поскольку в естественной среде выживают наиболее приспособленные, следует не препятствовать естественному отбору, отказывая медицинской помощи неизлечимо больным, чтобы они не воспроизводили себе подобных. В евгенических обществах Европы и Америки стали обсуждаться практические меры государственной евгенической политики. Сторонники Евгеники первоначально призывали не к умиршлению неполноценных людей, но лишь к предотвращению их размножения. Вот как об этом писал известный сторонник Евгеники, американский политолог и расовый теоретик Теодор Стотерд. Цитата. Евгеническими целями стали Соединенные Штаты Америки. Параллельно с принудительной стерилизацией принимались евгенические законы о браке. Эти программы были в основном нацелены на умственно неполноценных и людей с психическими расстройствами. Но в некоторых штатах они распространялись и на глухих, слепых эпилептиков и на людей с физическими уродствами. Принудительная стерилизация осуществляла США до 1974 года. В общей сложности о стерилизации с евгеническими целями в США пострадало не менее 60 тысяч человек. В Швеции в 1922 году был основан Государственный институт расовой биологии. В 1934 году парламентом был принят евгенический закон, включающий в себя положение о стерилизации людей по социально-профилактическим причинам, который был отменен только в 1976 году. За время действия евгенической программы была стерилизована 31 тысяча человек. Евгенические проекты осуществлялись также в Канаде, Китае, Норвегии, Чехословакии, Швейцарии, Японии и других странах. Самой масштабной евгенической программой стерилизации XX века была программа фашистской Германии. В 1920 году была опубликована книга профессора психиатрии Альфреда Хоха и профессора юриспруденца Карла Биндинга «Разрешение на уничтожение жизни недостойной жизни». В ней авторы утверждали, что, цитата, «идиоты не имеют права на существование их убийства, это праведный и полезный акт». Конец цитаты. Биндинг предлагал государству учредить специальные комиссии по умничтению людей в кавычках «недостойных жизни». В 1920-х годах XX века Адольф Гитлер познакомился с идеями немецких евгеников и был глубоко ими впщетлен. Гитлер писал, что народное государство должно объявить детей основной ценностью народа и следить за чистотой расы. Только здоровые люди должны производить потомство. Цитата. «Существует только один стыд, будучи больным и ущербным, производить на свет детей и наивысшая доблесть, отказаться от этого. И, наоборот, следует считать обязанностью производства здоровых детей для нации. Государство должно служить гарантом тысячелетнего будущего нации, по сравнению с которым желание и способности отдельных индивидов – это ничто. Оно должно поставить на службу этой задачи все средства новейшей медицины». После прихода Гитлера к власти в 1933 году на основании рекомендаций ученых-евгеников был принят закон о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями, по которому были созданы более 200 евгенических судов, состоящих из двух психиатров и одного судьи. Одновременно был принят закон о браке и помолвке, согласно которому дети, а также братья и сестры наследственно неполноценных людей могли создавать семьи только на условии их бездетности. С 1935 года преступление в брак стало обязательной проверкой здоровья и наследственности, а суды наследственного здоровья стали массово выносить решения о стерилизации неполноценных людей. Стерилизации подвергали страдавшие слабоумием, шизофрении, маниакально-депрессивным психозам, эпилепсии, врожденной слепотой или глухотой и рядом генетических заболеваний. Основанием для насильственной стерилизации стало такое расплывчатое немедицинское понятие, как моральное слабоумие. Под него подпадали те, кто не признавал общественно принятых новым поведением, не был в состоянии вести рентабельное хозяйство или не осознавал ответственности за воспитание детей. Туда же относились страдающие ночным энурезом и хронически неуспевающие в школе дети. С 1934 по 1945 год принудительность реализовали от 300 тысяч до полумиллиона человек. В Австрии было стерилизовано около 60 тысяч человек. В 1939 году Гитлер принял решение, что неизлечимо больные и умственно неполноценные люди должны уменьшляться по экономическим соображениям, так как на их содержание требуются слишком большие государственные средства. В 1940 году в Вене была организована Немецкая ассоциация детской и подростковой психиатрии и смежных дисциплин, которая приняла решение определять ценность жизни ребенка в соответствии с экономическими критериями. Нетрудоспособные дети и чей IQ был низким направлялись на эвтаназию. Для Гитлера евгенические проекты имели существенное значение, поэтому ответственными за выполнение решения об эвтаназии неполноценных людей он назначил близких ему людей, уже имевшего опыт работы с детской эвтаназией начальника своей канцелярии Филиппа Боулера и личного врача Карла Бранта. Были установлены критерии отбора неполноценных людей по следующим признакам. Шизофрения, эпилепсия, энцефалит, слабоумие, старческое слабоумие, парализованные больные, пациенты с диагнозом болезнь Хантингтона, а также психически больные люди, не способные заниматься физическим трудом. Пациенты, находящиеся на лечении более пяти лет, люди, не являющиеся гражданами Германии, или пациенты неарийского происхождения. При этом подобного рода геноцид зачастую облекался в туманные словесные формулировки, такие как, цитата, «предоставить возможность неизлечимо больным людям спокойно умереть», или «спокойная смерть», или «дезинфекция». Согласно документу, найденному впоследствии, до 1 сентября 1941 года в рамках программы Т-4 было умышлено 70 273 человека. В документе отмечалось, цитата, «учитывая, что данное число больных могло бы прожить 10 лет, сэкономлено по стране 885 миллионов 439 тысяч 800 рейхсмарок». Программа дезинфекции сопровождалась мощной пропагандистской кампанией. В газетах, журналах, по радио, в кино популярно объяснялась полезность евгенических программ, проводимых в стране. На выпускных экзаменах школьники писали сочинения о пользе эвтаназии для чищения немецкой расы. Экономисты разъясняли о полезности эвтаназии неполноценных граждан с точки зрения экономии финансовых средств. Вторая фаза программы по эвтаназии неполноценных и малоценных людей получила название «дикая эвтаназия». Врач-психиатр Фредерик Вертхам в своей книге «Печать Каина и исследования человеческого насилия» свидетельствовал, цитата, «к середине 1941 года по крайней мере четыре клиники смерти в Германии и Австрии не только умерщвляли пациентов, но и регулярно проводили уроки смерти. Персонал проходил обучение методом, поставленным на конвейер убийства. Это называлось обучением основам милосердного убийства. Наглядными пособиями во время этих уроков были душевнобольные люди». С 1942 по 1945 год в немецких психиатрических больницах около 1 миллиона недостойных жизней душ были подвергнуты эвтаназии. Опыт и знания, полученные при осуществлении программы эвтаназии, стали впоследствии применяться при массовом уничтожении людей в нацистских консенсационных лагерях. Общий итог евгенических программ в Германии следующий. С 1934 по 1945 год принудительно стерилизовали от 300 тысяч до 500 тысяч человек. В Австрии было стерилизовано около 60 тысяч человек. С 1940 по 1941 год 70 тысяч неполноценных людей были подвергнуты дезинфекции по программе Т4. С 1942 по 1945 год по программе «Дикая эвтаназия» в немецких психиатрических больницах около 1 миллиона недостойных жизней душ были подвергнуты эвтаназии, многие из которых были уморены голодом. По данным, закрепленным в приговорах Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками, нацистами было истреблено 6 миллионов евреев. Согласно энциклопедии геноцида, общее число жертв геноцида славян как низшей расы составило от 19 миллионов 700 тысяч до 23 миллионов 900 тысяч человек, среди них жители СССР, поляки, славянцы, сербы и другие славяне. Все это по существу есть результат последовательного проведения в жизни евгенических идей Фрэнсиса Гальтона, воодушевленного книгой его кузена Чарльза Дарвина происхождение видов путем естественного отбора или сохранения благоприятных рас в борьбе за жизнь. Нацистская Германия показала всему человечеству, чем может обернуться практическая евгеническая программа, принятая на государственном уровне. На Нюрнбергском процессе по делу врачей в медицинских преступлениях были обвинены 23 человека. Отдельными пунктами обвинений были принудительная эвтаназия и принудительная стерилизация. Из 23 обвиняемых 7 были приговорены к смертной казни, 5 к пожизненному заключению. Таким образом, первая тотальная евгеническая программа с позором провалилась. Однако, евгенические идеи по улучшению человечества и сегодня весьма популярны среди трансгуманистов и людей науки с секулярным мировоззрением, особенно в связи с последними достижениями геномных исследований и технологий генной инженерии. Как сказал герой социалистического труда академик Сергей Михайлович Гершинзон, цитата, «Сейчас Евгеника – это прошлое, притом сильно запятнанное, а цели, поставленные перед Евгеникой и ее основателями, и ею не достигнутые, перешли полностью в видение медицинской генетики, которая быстро и успешно продвигается вперед». Что можно возразить на, казалось бы, достаточно рациональные аргументы прошлых и современных сторонников евгенических проектов по улучшению человечества? Ведь относительно недавние психогенетические исследования в США, такие как Луис-Вильское исследование бледнецов 1983 года и Колорадский проект усыновления 1988 года, показали, что IQ – коэффициент интеллекта в значительной степени от 40 до 80% является наследственным показателем. Другие исследования указывают на связь между средним IQ страны и ее экономическим развитием. В 2002 году два профессора – Ричард Лин и Тату Ванханен – даже написали книгу «Коэффициент интеллекта и богатства народов». На основе проведенного авторами анализа они пришли к выводам, что воловой национальный продукт страны напрямую коррелирует с национальным показателем интеллекта. Нации с более высоким IQ создают более сложные товары и технологии, продают их, в результате получают более высокий доход, который позволяет вести более здоровый образ жизни, лучше питаться и учиться, что, в свою очередь, еще немного повышает уровень интеллекта. Соответственно, в такой парадигме повышение коэффициента интеллекта нации становится задачей государственной важности. А для решения подобных задач, как правило, этические соображения во внимании не принимаются. Однако любые подобные, казалось бы, рациональные соображения оборачиваются настоящим безумием, что подтверждено итогами Второй мировой войны и Ньюнбергским процессом. Почему? Потому что, как сказал апостол Павел, мудрость мира сего – есть безумие пред Богом. Наш опыт со всей очевидностью свидетельствует нам, что человек есть одновременно и субъект, и объект, и личность, и природа. Но одновременно мы склонны воспринимать нашу личность как часть нашей природы, как правило, связанную с нашей душевной или умственно-телесной, то и так называемой, мозговой деятельностью. Но если это так, тогда мы должны будем признать, что личность человека, детерминированная в его биохимической конституции, той наследственностью, которую каждый из нас получает от самой первой клетки нашего тела зиготы, несущей в диплоидном наборе хромосом все наследственные признаки обоих родительских организмов, выработавших мужскую и женскую гометы. И тогда комбинация из 46 парных хромосом, образованных в результате слияния двухгоплоидных, имеющих в себе по 23 непарных хромосомы, мужской и женской половых клеток, должна же пониматься, по слову греческого богослова Христоса и Нараса, цитата, не как осуществление и проявление ипостасной инаковости человеческой личности, но как ее причина и конституирующая основа. Другими словами, нам придется признать, что биологические начала и функции, лежащие в основании телесной жизнедеятельности человека, определяют и исчерпывают с собой факт человеческого существования как целого, ипостась человеческого субъекта. Но человек по учению церкви изначально сотворен по образу трипостасного бога, каковой прежде всего изобразился в личностном образе его бытия. И такая сообразность человека Бога подразумевает, что человеческая личность – это не часть существа человеческого, подобно тому, как лица Пресвятой Троицы – не часть существа божественного. Более того, человек, как носитель образа Творца, должен также обладать и присущей первообразу, трансцендентностью по отношению к природе, вследствие чего образ Божий или личность человека никак не есть часть его тварной, духовно-телесной природы или какой иной природы. Таким образом, человек, как целое, не сводим к своей природе, а его личность, по определению известного богослова Владимира Николаевича Лоскова, есть несводимость человека к природе. Владимир Николаевич подчеркивает, что наша личность есть, цитата, именно несводимость, а не нечто несводимое или нечто такое, что заставляет человека быть в своей природе несводимым, потому что не может быть здесь речи о чем-то отличном, об иной природе, Но только о ком-то, кто отличен от собственной природы, о ком-то, кто, содержа в себе свою природу, природу превосходит, то этим превосходством дает существование и как природе человеческой, и тем не менее не существует сам по себе, вне своей природы. Поэтому человеческой личности нельзя приложить приведенные выше слова американского расового теоретика Теодора Стотерда, который характеризовал умственных и полноценных людей как дефективных личностей, потому что личность – это не природа, обладающая качествами, а субъект, который энергийно, то есть различными действованиями, проявляет себя посредством собственной природы, с присущими природе теми или иными качествами. Личность бескачественна, поэтому она не может быть дефективной. Качество присуще природе, которое может быть ущербной, больной или, наоборот, обладать какими-либо выдающимися качествами. Если природа повреждена, то личность не сможет проявить себя с присущими другим людям качествами их природы. Но это не значит, что личность дефективна. Поврежденность присуща человеческой природе, которая проистекает из греха, который совершает личность, сотворенную по образу Бога свободной. Грех же есть результат личностного промаха мимо собственного блага, источником которого является подателем блага бытия и жизни, трепостатный творец всего сущего. Такой личностный промах над древнегреческим «амартия» и означает грех. Такой промах означает и выход за пределы жизни в Боге, вне которых нет ни жизни, ни реальности, ни бытия, что в результате приводит к повреждению природы, которая передается по наследству. С ортодоксальной точки зрения природа всех людей повреждена. Все люди наследуют от Адама и Евы смертную природу, падению которых мы поколение за поколение прикладываем и собственные грехи. И мы спасаемся не делами нашей, в кавычках, совершенной природы, а любовью Бога и Отца, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И разве умственная неполноценность или психическое заболевание препятствует личной встрече с Богом? Иногда даже наоборот, тяжкие болезни смиряют дух человеческий, и человек приближается к блаженству нищих духом, каковых, по слову Божию, есть Царство Небесное. Более того, Господь прямо предупреждает, кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит Диене Огненной. Поэтому в документе Комиссии Межсоборного Присутствия пастырское попечение в Русской Православной Церкви о психических больных подчеркивается, цитата, «Церковь свидетельствует о том, что пациент с психическим расстройством является носителем образа Божия. Несмотря на расстройство мышления, восприятия и поведения, эмоциональное нарушение, расстройство памяти, при большинстве психических заболеваний психически нездоровый человек не утрачивает способность чувствовать любовь и отзываться на нее, не теряет в полной мере возможности различать своим сердцем добро и зло. Психическое заболевание не является признаком богооставленности, закрывающей для человека Царство Божие или возможность участия в жизни Церкви. Это крест, послан человеку для его спасения». Таким образом, резюмируя сказанное, следует еще раз подчеркнуть, что трансгуманизм в его стремлении усовершенствовать человека встает на путь уже опробированной в евгенических проектах XX века, которые привели к многомиллионным жертвам, а его вдохновителей и главных исполнителей на скамью подсудимых на Нюрнбергском процессе. Как пишет Юрген Хабермас, цитата, «надежда некоторых генетиков на то, что эволюция вскоре может оказаться в их руках, сотрясают категориальные различия между субъективным и объективным». Поэтому достижение научно-технического прогресса в области генной инженерии, обещающей человеку небывалые возможности преобразования окружающего мира и свободу от собственных биологических ограничений, на самом деле не звоит человека до статуса объекта, который может быть спроектирован и сформирован по желанию третьих лиц. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо, отец Игорь, за блестящий доклад. Напомните, пожалуйста, вы говорили про программу Т-4, а проводилась ли программа Т-4 в других странах? Насколько я помню, проводилась не только в Германии, но и в странах Скандинавии, насколько я помню. Да, но это не именно программа Т-4, у них были свои евгенические проекты. Я здесь для того, чтобы вложиться в регламент, убрал информацию о том, какие были евгенические программы в Великобритании. Они были в Норвегии, эти были программы, в общем, они были очень так досконально, так сказать, разработаны. В Латвии были такие же евгенические программы, проводились. Но программа Т-4, это именно программа, которая имела место быть в Германии. Причем, заметьте, эта программа была до 1941 года. То есть, эта программа была, так сказать, не как результат, ну что ли, так сказать, войны, так сказать, да-да. То есть, это именно их внутренняя программа, понимаете. А вот именно уже та программа, которая послужила основой для тех массовых истреблений в конституционных лагерях, это была программа «Дикая эвтаназия», которая проводилась с 1941 по 1945 год. Первоначально они исследовали вопрос, как максимально проще осуществлять эвтаназию. И, значит, предлагались такие способы, как введение воздушной пробки вену, то есть, так сказать, через шприц. Затем предлагалось такая, как введение медицинских препаратов, которые будут вызывать смерть. Затем была предложена такая, вот, как им показалось, наиболее удачная форма, как угарный газ. И затем вот было разработано, как, так сказать, угарный газ использовать. И персонал вместе с оборудованием затем уже перемещался, уже во время войны, на восток. И там вот эти в конституционных лагерях все использовали. Но сама по себе программа, это была немецкая, они все опробировали на своем собственном народе. При этом я еще не сказал, что они подвергали эвтаназии собственных искалеченных бойцов, которые возвращались в Германию искалеченным. Они также подвергали эвтаназии. Вот такая рациональность, что приводит человека в его таком секулярном мировоззрении на самого человека. Когда мы видим в человеке только его биологию. И всю ценность человека мы видим в его биологии, понимаете, да? И, соответственно, ущербность его биологии означает, в нашем понимании, ущербность и самого человека. И только христианский взгляд, который за биологией человека видит личность, и за вот этой временной биологией видит будущую жизнь человека, и видит, прежде всего, главное то, что отмечено вот в самих заповедях блаженства, что нам необходимо, прежде всего, достигнуть не совершенство, в кавычках, нашей биологии, а они ищут и духовные. И зачастую здоровый человек не очень склонен достигать смирения, понимаете? Это единицы талантливые, которые здоровы и которые во всех отношениях благополучны, могут достигать смирения. Большинство же людей, в общем-то, ищет развлечение, когда оно физически здорово. Оно ищет удовлетворение своих каких-то биологических, так сказать, потребностей. А когда человек начинает болеть, ему, естественно, обращаться умом, искать причины своих болезней, потому что любой человек понимает, что помимо соматических причин есть и душевные, психические причины. И, конечно, он, ища их, обретает Бога и обретает видение собственного грека, которое приводит его к смирению, к нищете духовной, и затем возможности уже соединения с источником бытия, трипостасом, творцом всего сущего. Спасибо большое. Благодарю за внимание. Еще один важный аспект вы затронули. Это вопрос о том, что, в общем-то, человеческая цивилизация сегодня часто объективизирует человека, уводит его из понятия субъекта. Мы это видим на примере суррогатного материнства сегодня, когда дети становятся фактически объектом. Да и не только дети, да и суррогатные матери тоже. Поэтому я бы хотел сказать, что доклад отца Игоря, он поможет вам вооружиться аргументацией сегодня. Во-первых, нам часто говорят противники, сказать, в нашей позиции биоэтической, говорят, ну, простите, это же была фашистская Германия. Говорят, нет, дорогие мои. Вот сегодня приведи пример, что и до 1941 года это происходило, насколько я знаю, и в Швеции, и в Соединенных Штатах, и в Великобритании. То есть это международная программа. А сегодня ее элементы, они присутствуют в доктрине Всемирной Организации Здравоохранения. И аккуратненько на национальном уровне политическом мы уже слышим, даже из уст бывшего министра здравоохранения Вероника Скворцова, вы слышали осенью позапрошлого года о том, что эвтаназии, ну вот, надо вообще-то вводить эту тему. Не слышали? А это было озвучено. То есть идет изучение общественного мнения. Сегодня некоторые представители медицинского сообщества, к сожалению, даже педиатрического сообщества, что сейчас не является общим правилом для педиатров, они публикуют статьи о том, что надо переложить на родителей ответственность, направлять ли ребенка на палеотив или пытаться сохранить ему жизнь. То есть сегодня это решение, оказывается, неофициально принимает тот, кто находится с ребенком в родильном зале. Батюшка говорил сегодня про введение препаратов, но вы, наверное, слышали вопиющий случай в Калининграде, когда это вышло за пределы узкого круга лиц, что, оказывается, в экушерском сообществе сегодня существует практика умершления ребенка до выноса из родильного зала. Это не единичный случай, это практика. И вот благодаря тому, что врач-педиатр Татьяна Косрева, которая находилась в родильном зале, она записала на смартфон переговор о том, как будут делать ребенка мертворожденным, живого ребенка, потому что у него нет шансов на выживание, как они считают. И необходимо, чтобы он по документам проходил как мертворожденный. Этот же случай, подобный же случай, был в Калужской области. То есть мы сегодня видим, что это практика. И по обоим случаям был судебный процесс. И по обоим случаям люди, отдававшие преступный приказ умертвить ребенка, остались оправданными. Понимаете? Вот сегодня ситуация в нашей стране какая. Это реальный пример, когда это фактическая эвтаназия. И сегодня мы должны ставить пред государством вопрос, кто как не церковь, как голос общества, как голос совести. Мы должны ставить вопрос, почему эта практика существует в нашей стране. Практика умерщвления детей до выноса из родильного зала по личным критериям тех людей, которые занимаются их последующим выхаживанием. Потому что если ребенок уже зарегистрирован, как, понимаете, живорожденный, уже, как об этом и говорилось в предыдущем докладе, уже невозможно с ним, так сказать, такие манипуляции проводить. Это уже будет следственная бригада приезжать и так далее. И вот, пожалуйста, можете познакомиться. Дело называется Сушкевич-Белых. Выпиющее дело, которое выявило существующую массовую практику. Мы просто не знаем количество умерщвленных детей сегодня, к сожалению. Спасибо, батюшка. Отец Вёдор, я, позвольте, если еще есть немножко минутка, добавлю. Дело в том, что это является следствием, конечно, длительного периода, в общем, трех поколений, которые выросли в условиях атеистического мировоззрения. И это атеистическое мировоззрение, оно привело к тому, что потерялось понимание человека как личности. Человек стал восприниматься, в общем-то, как его биологическая основа. И на сегодняшний день, например, мне представляется большой задачей, когда я преподаю будущим педагогам основ религиозной культуры и светской этики какие-то истины, связанные с христианством, объяснить разницу между природой и ипостасией. То, что нет природы без ипостаси. Например, вся проблема абортов, она сейчас во многом в том, что люди не понимают, что не бывает природы без ипостаси, не бывает тела вообще, не бывает даже на уровне одной клетки оплодотворенной, так сказать, зиготы, так сказать, бытия человеческого вообще. Это уже конкретное бытие. Это уже бытие будущего Коли, Васи, Маши, Даши, понимаете? Потому что здесь уже есть та основа телесная, которая будет оказывать определенное влияние и на формирование личности, потому что личность формируется, она как и со вне, так сказать, средой, так и самой по себе геномом, грубо говоря, человека. То есть у нас есть как цифровая основа, так и аналоговая, понимаете? Как генотип, так и фенотип. И вот это непонимание, оно и вызывает такое легкомысленное отношение к аборту. Ну ведь это же как бы не человек, это две-три клетки. Или, допустим, это еще какой-то заварш, который похож на рыбку или на свинюшку еще, понимаете? Или он еще совсем, если похож человек, но совсем еще не человек, у него нет сознания, допустим, и так далее. Нет понимания, что не бывает природы вне ее конкретного существования. Это уже конкретное существование человека. Мы не можем, конечно, говорить, что это уже личность непосредственно, но это человек, это точно, это точно, и конкретно его существование, понимаете? И вот эта простая истина, когда она доходит до ума, вот в частности на своей практике, говорю, педагогов, они за голову хватаются. Я вижу по их лицам, потому что многие из их аборты делали, я вижу по реакции, что они осознают, что в общем-то они убивали собственных детей. Это не было какое-то скопление клеток, это не был кусочек мяса, понимаете? Простите за то, что я много времени у вас сотни. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Батюшка. Спасибо огромное. Спасибо.